Добрый вечер! В эфире «Главный диалог». И сегодня у нас в гостях председатель молодежной общественной организации «Я волонтер» Василий Чумаченко. Добрый вечер. Добрый день. Для начала огромное спасибо за то, что пришли к нам в студию, нашли время. Ну и хотелось бы начать с общей информации, что из себя представляет Ваше объединение, кто в него входит. Спасибо за приглашение. В свою очередь хочу сказать очередное. Наша общественная организация входит в основном, конечно, молодежь от 16 до 23-25 лет. То есть в основном это процентов 85 учащихся молодежь и процентов 15-20 это работающие молодежи, у кого сейчас хватает времени, несмотря на всю занятость, заниматься общественной деятельностью. Мы существуем достаточно давно, уже с 2008 года, как бы официально. И в сферу наших интересов входит самое различное направление социально ориентированной деятельности. Как-то и работа с ветеранами, работа с людьми пожилого возраста, так и формат, сейчас у нас особенно сильно начинает развиваться, это молодежь для молодежи. Если поподробнее остановиться о направлениях работы, вот известно, что сейчас у вас запущен очередной крупный проект, как раз таки по работе с молодежью. Можно о нем, что он из себя представляет? Если в прошлом году мы больше сосредоточены были на работе по обучению пенсионеров компьютерной грамотности, вот у нас во всех районах были свои центры обучения, с начала сентября мы к нему опять вернемся, сейчас у нас каникулы, в каком масштабе пока не знаю, то вот в этом году у нас один из самых крупных проектов под названием «Будь здоров, живи активно». Этот проект мы реализуем совместно с управлением Федеральной службы контроля за оборот наркотиков по Ростовской области, с отделом профилактики, при содействии Министерства внутренней и информационной политики Ростовской области и при непосредственной помощи со стороны отдела по работе с молодежью администрации города Ростов-на-Дону. Этот проект заключается в проведении серии бесплатных турниров по военно-спортивной игре «Пинбол», которая также включает в себя программу первичной профилактики палубных явлений среди молодежи, в частности профилактику алкоголизма и наркомании. На данный момент у нас сформирована экспертная группа, в которую входят представители общественных организаций, которые занимаются данной тематикой, медицинские работники соответствующих специальностей, опять же сотрудники отдела профилактики ФСКН Ростовской области и просто пользуются уважением общественно-политических деятелей нашего города и нашей области. Данный проект заключается в том, что благодаря определенным особенностям игры в пинбол, люди испытывают очень сильные яркие эмоции, как непосредственно перед выходом на площадку, так и во время игры и после игры. Замечено нашими психологами, что в этот момент, когда человек испытывает яркие такие вот эмоции, его сознание открывается к определенному виду воздействия. В том числе сотрудники различных медицинских учреждений, в частности от областного центра наркологии, они проводят работу по формированию навыков к здоровому образу жизни. То есть наша самая главная задача не работать с теми, кто уже как бы занимается вот этими всеми пагонами, а снизить количество потенциальных потребителей всего этого как бы нехорошего изделия. И благодаря тому, что в этот момент перед игрой, допустим, во время игры люди раскрывают, снимают свои какие-то психологические барьеры в сознании, специалисты имеют возможность сформировать четкие тенденции к здоровому образу жизни, к негативному восприятию алкоголизма и наркомании, и даже табакокурения, можно сказать. Много ли людей участвует? Вы знаете, наша задача провести в этом году 10 подобных турниров массовых, в которых будет участвовать от 40 до 70 человек. В общей сложности мы планируем охватить 500 человек из так называемой группы риска. То есть мы сотрудничаем, соответственно, с администрациями учебных заведений, с комитетами территориально-общественного самоуправления и выявляем ту молодежь, которая является потенциальной группой риска от данных погонных явлений. То есть это малобеспеченные люди, люди из неполных семей и просто люди, у которых очень ярко выражено, допустим, какие-то, может быть, лидерские качества, какие-то, ну, какая-то активность. Вот если её направить в нужный момент, в нужное социально ориентированное русло положительное, тогда из этих людей может получиться очень хороший член наше общество. Если просто это как бы забросить, то вполне вероятно, что человек пойдёт как бы по наклонной и неизвестно, к чему эта дорожка его приведёт. Вот наша задача, вот мы как бы, конечно, не берём на себя суперглобальные задачи, но мы считаем, что мы должны делать в этом правлении то, что в наших силах. Вот вы упомянули о том, что сотрудничаете с тремя крупными ведомствами, это и министерство в правительстве области, это и наркоконтроль, это и мэрия. Какая-нибудь ещё поддержка нужна? Ну вот в данный момент мы сейчас заключаем договор о сотрудничестве с областным наркологическим центром. В принципе, есть полное понимание со стороны руководства данного учреждения. Если у кого-то есть желание из молодёжи принять участие в этом, причём как в качестве волонтёров-организаторов, так и просто в качестве людей, которые хотят принять непосредственное участие в данном процессе, вот мы будем рады всем. Вот я так понимаю, вот эта работа на данный момент основная, что-нибудь ещё планируется? Конечно. Сейчас у нас, можно сказать, летнее затишье. Большинство молодёжи либо уехало из города, либо на каникулах, либо, поскольку у нас все ребята очень активные, сейчас кто-то подрабатывает на период летних каникул. С начала сентября мы планируем вернуться к нашей активной деятельности по всем ранее развитым направлениям. Плюс вот это новое, а также будем поддерживать очень высокую активность по нему. Если вот остановиться именно на составе вашего объединения, у вас какая-то одна стабильная команда, народ часто меняется? Вы знаете, на самом деле, поскольку мы общественная организация, и все люди у нас участвуют постольку, поскольку позволяет их личное свободное время, естественно, у нас есть определённая ротация. Определённая ротация. Допустим, вот недавно один из руководителей нашего общественного объединения, заместитель председателя, он сейчас стал сотрудником Министерства сельского хозяйства. То есть его заметили, как бы предложили работу, и он посчитал, что на данном этапе ему будет интересно сосредоточиться вот на таком, как бы, своём поприще. Вот в дальнейшем, возможно, он сказал, я при появлении свободного времени опять вернусь к общественной деятельности. — А вот, допустим, из ваших бывших подопечных не было ни у кого желания как-то уже заняться этой же работой, только на уровне организатора? — Конечно. На самом деле у нас идёт постоянная, как бы это сказать, постоянная кадровая работа, то есть те люди, которые готовы брать на себя дополнительные обязательства, не боятся ответственности, и, что немаловажно, готовы работать бескорыстно, на благо общества. Естественно, мы таких людей поощряем, предоставляем возможность себя проявить, и если действительно они оправдывают, так сказать, ожидания, предоставляем им определённые полномочия и определённый круг задач, которые они вольно решат, исходя из своих возможностей и своего видения, как бы, вот решения этой задачи. — И много таких ребят сейчас? — Вы знаете, на самом деле, ребят таких достаточно много, достаточно много, и, в принципе, как бы нехватки в кадрах, можно так сказать, мы не испытываем. — Вы сейчас немного упомянули о том, что многие люди, люди не общественные, люди со стороны обращаются. Вот самый простой путь, чтобы присоединиться к вам и принять участие в этой работе? — Очень просто. У нас практически во всех социальных сетях есть аккаунты, то есть Facebook, допустим, ВКонтакте, в Твиттере мы присутствуем, ну и, естественно, наш сайт. То есть можно, как бы, туда писать и обозначать ту сферу деятельности, которая данному человеку интересна. Просто ещё бывают какие-то ситуации, что люди обращаются, хотят попробовать себя в волонтёрстве, но после того, как один, два, три раза, как бы, исходят, понимают, что, возможно, это не их. То есть не хватает времени, или они немножко по-другому себе представляли. Опять же, это абсолютно нормально. Люди могут приходить, пробовать себя. В принципе, мы считаем, что для того мы и существуем. А те, кто действительно находит себя уже в волонтёрской деятельности, системной, которая подразвивает под собой, приложение определённых усилий на протяжении какого-то определённого промежутка времени. То есть не так, что сделали, допустим, акцию и на полгода забыли. Нет, у нас практически всем, кто хочет себя проявить, еженедельно, как бы, есть какие-то мероприятия, в которых мы участвуем. Это ещё не беря от этих больших сквозных наших проектов, как обучение пенсионеров компьютерной грамотности. Там у нас практически занятость тоже достаточно высокая. Насколько известно, в Ростовской области достаточно много вот подобных молодёжных объединений. Вот как-то с другими вашими, если можно так сказать, коллегами. Вы как-то взаимодействуете? Вы очень хорошее слово подобрали именно коллегами. То есть в нашей среде, как таковое, нет какой-то конкуренции. Все мы взаимодействуем с друг другом. На самом деле все общественные организации, которые есть у нас в области, они нашли какую-то свою нишу. И, в принципе, развиваясь в рамках этой ниши, мы помогаем друг другу путём самого разного взаимодействия. И по привлечению, так сказать, волонтёров в какую-то область, с которой, допустим, у нас нет опыта, так и по обмену опытом, можно так сказать, среди организационных каких-то монументов. Ну что ж, огромное спасибо за столь подробный ответ. Мне остаётся только пожелать вам успехов в ваших проектах. А я напоминаю, вы смотрели «Главный диалог». До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин